Всем привет! Это первый обзор в 2017 году. И чтобы не расслабляться и не делать обзоры на всякие там забавные фильмы, сразу окунемся в темную, мрачную, кровавую атмосферу мира зомби. Итак, сегодня на обзоре у нас кинолента под названием «Мертвые» 2010 года. Эта лента, пожалуй, доставит больше удовольствия, чем вся та чернуха и бред, которую сняли за последнее время в тематике, посвященной зомби. Лента, снятая на черном континенте, где солнце жарит днем, как в аду, а ночь может быть холодной, словно сама смерть. Где и без зомби-апокалипсиса жизнь опасна и тяжела. Картина отходит от ставших модными в какой-то момент шустрых и быстро бегающих зомби. Буквально каждая сцена пропитана ужасом и кровью. Мрачное и одновременно красивое кино, сумевшее встать гораздо выше многих своих конкурентов. Эта кинолента повествует о человеке по имени Брайан Мёрфи, который чудом выжил при крушении самолета, экстренно покидавшем Африку. Брайану чертовски повезло остаться в живых, чтобы стать свидетелем начала конца всему. Режиссерами ленты выступили Говард и Джонатан Форде, умудрившиеся за малые средства снять картину, ставшую бальзамом на душу многим фанатам зомби-хорроров. Кинофильм был снят в потрясающе красивых местах Африки, Буркина-Фасо и Ганне, большей частью. А также пара сцен при ускоршении самолета сняли в Великобритании. Мне, как человеку, никогда не бывавшему в Африке, да и вряд ли когда-либо там окажущемуся, очень понравился видеоряд этой истории. А то все в основном мертвецы как-то завоевывают США и Европу. А вот родину потрясающе красивых закатов и красно-желтых песков не часто жаловали в фильмах ужасов. Поэтому, зритель, лови момент. Прибавьте к этому по классически нерасторопных зомби. Зрители моего канала наверняка знакомы с лентой Лючо Фульчи, «Пожиратели плоти» или «Зомби» 1979 года. Ну так вот, в киноленте братьев Форд передана аналогичная атмосфера, внешний вид мертвецов, да и антураж всего действия. Зомби большую частью чернокожие население Африки. Но не подумайте, что создатели по своей сути расисты. В ленте вы будете свидетелями прекрасной дружбы между двумя героями. Белым по имени Брайан и чернокожим военным по имени Дэниэль. Этих людей объединила цель, которая поначалу у каждого была своя. Но по ходу ленты они становятся самыми настоящими друзьями. В картине очень много жестких и кровавых сцен. Несмотря на скромный бюджет, грим-зомби пугающий, а моменты нападений и расправы сняты достаточно жестко. Удивила рассудительность и цивилизованность африканских военных. Ведь, насколько мы все знаем, правительства в некоторых частях Африки сменяют друг друга с помощью изобретения Калашникова с завидным постоянством. И я ожидал при сложившихся обстоятельствах самого настоящего королавого беспредела вояк. Но нет, люди остались людьми. Я могу смело причислить этот зомби-фильм и к жанру роат-муви, так как два героя, Брайан и Дэниэль, движутся сквозь континент и толпы мертвецов на полусгнившем автомобиле. Герой словно в компьютерной игре набирает очки опыта выживания в мире, где условия существования перевернулись с ног на голову. Абсолютно авторское видение этой истории. Братья сами сняли, смонтировали и спродюсировали ленту. Но все же фильму не удастся избежать сравнения с лентой Фульчи или работами Джорджа Ромеро. Кинофильм братьев Форд пропитан энергетикой именно той самой классики. И если вместо музыки Имраха Ахмада, использующего африканские мотивы, задействовать музыку, например, Фабио Фрици или Клаудио Симонетти, то схожесть картины «Мертвые» с аналогичными итальянскими лентами будет потрясающей. Сценарий держит в напряжении почти всю ленту, не оставляя надежды на абсолютный хэппи-энд. После просмотра приходит осознание, что хотя и не все дошли до финала в этом ужасном путешествии, своей цели они отчасти достигли. Ну а там, как говорится, живые позавидуют мертвым. Основные актеры замечательно отыграли свои роли, ровно как и массовка, исполнившая роли многочисленных мертвяков. Отметая в сторону весь моральный посыл ленты, в сухом остатке остается зомби-чума. И к завершению картины это уже не локальное событие, а всемирная пандемия. Поражаешься вездесущности зомби на опаленной солнцем африканской земле. Не поспоришь с фактом, что Африке принадлежит одна из пальм первенства по рождаемости. А в фильме так и подавно, даже в самых труднодоступных местах, бродят темнокожие плотоядные чудовища. Но ведь это хорошо. Хорошо для жанра. И, как говорится, все в меру. Без идиотских живых куч людей, как в фильме «Мировая война Z». Несмотря на то, что лента снята англичанами, в кинофильме напрочь отсутствует знаменитый английский юмор, который здесь был бы не к месту. Так что братья Форд поступили правильно, оставив остроумный юмор для английских пабов и Эдгара Райта. А наполнили свой сценарий жесткими сценами, африканским колоритом и интересным развитием событий. Подведу итог. Это отличный зомби-хоррор с достойным сюжетом, хорошей игрой актеров и замечательным гримом и спецэффектами. Атмосфера в стиле лент Ромеро и Фульчи. Фильм очень добротно срежиссирован и подойдет всем любителям олдскульных фильмов о зомби. Без идиотских побегушек и без бесцельно-садистского истребления отработавшего человеческого материала. Данная кинолента имеет условное продолжение, которое называется «Мертвые 2. Индия». Но, как по мне, так он намного слабее первой части. На этом обзор закончен. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!